С начала строительства Крымского моста и по сей день украинские власти, журналисты, аналитики и прочие активисты пророчили проекту «Скорый крах». Сначала эксперты говорили о том, что стройка даже не начнется, далее конец строительных работ ожидали на первых этапах. Еще позднее, после появления АРОК, Киев начал угрожать России из-за временного перекрытия прохода через Керченский пролив, вплоть до обещаний подорвать его. Последней из украинских версий стало то, что мост не переживет зиму из-за сильных ветров и обледенения конструкций, которые якобы не смогут противостоять снежной стихии. Однако зима уже началась, а строительство продолжается и идет полным ходом. Вероятно, Киеву придется расстаться со своими надеждами на то, что что-то пойдет не так и стройка века будет остановлена. Одним из главных аргументов в пользу Крымского моста можно назвать тот факт, что иностранные инвесторы, вложившие средства в российский проект, проигнорировав западные санкции, даже не скрывают своего присутствия в Крыму. Более того, зарубежные машиностроительные компании, вовлеченные в строительство, смело наносят свои бренды на технику, рекламируя свое присутствие. Так, на стройплощадке активно работают экскаваторы и краны КамАЦУ, техника для дорожного полотна АТХАМ, бульдозер и КАТ и многое другая техника. Особенным ударом по Киеву стало то, что аккумуляторы для техники, задействованные при возведении Крымского моста, поставляет украинский завод Энергоавтоматика, который принадлежит самому украинскому президенту Петру Порошенко.